всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут светлана и здесь мы обсуждаем парфюмерию сегодня я в такой восточной туники а это значит мы сегодня с вами поговорим об арабских парфюмах на лето давайте начинать и пожалуйста если вам интересна тема парфюмерии если вы любите изучать что-то новое если вы интересуетесь хотите подискутировать на тему парфюмерии пожалуйста присоединяйтесь подписывайтесь здесь в телеграме давайте будем на связи и обсуждать наш любимое хобби а я хочу сегодня предложить вам небольшую подборку тех арабских ароматов которые очень хорошо сидят летом и я знаю на своем опыте эти все парфюмы у меня в полных флаконах и у меня есть хороший опыт их ношение поэтому давайте без промедления начинать сразу хочу заметить что здесь есть клоны поэтому для кого это очень чувствительная тема если вы против клонов то пожалуйста не смотрите я клонов парфюмерии отношусь нейтрально я считаю так что если шедевры создаются и на них есть копии клоны кто-то старается воспроизвести красоту ничего плохого там нет ну а те у кого сейчас приоритеты финансовых финансовом плане другие кому-то надо выплачивать ипотеку платить за образование детей мне кто-то просто сейчас в тяжелой экономической ситуации пахнуть хочется хорошо я ничего плохого в аналоговой парфюмерии не вижу я не люблю до единственно не люблю когда повторяют флаконы вот это меня чуть-чуть отпугивает отворачивать не не нравится вот как-то не нравится когда повторять флаконы но тем не менее вы увидите что некоторые флаконы здесь прямо вот сделаны скопированы тоже вот это я не очень люблю но тем не менее давайте их обсудим и я хочу начать с нового дома для меня кадлаш я с ним познакомилась недавно все сейчас о нем говорят многие заграничные блогеры говорят о кадлаш 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 я думаю ну ладно попробую и этот конкретный аромат или кости же royal это клон на хибискус махаджат и я честно говоря я думаю господи я покупаю мне просто интересно понимаете ради интереса а вдруг потому что с арабской парфюмерии это больше как алтерея и как же меня удивил этот аромат этот аромат очень классный здесь ничего арабского вы не найдете и действительно очень похож на хибискус махаджат у меня был пробник я с ним познакомилась однако сейчас параллельно не смогу при вас сравнить но это и не важно потому что сам аромат мне очень понравился здесь нет какого-то удушающего мускуса чего-то неприятного здесь очень все красиво звучание недалеко ушло от европейского точнее вообще не ушло очень европейское звучание делает кадлаш стойкость не очень хорошая но надо сказать что этот аромат я недавно получила только может быть неделю назад поэтому вероятно ему надо настояться однако для арабских парфюмов вы знаете наверное отсутствие большой стойкости это даже плюс потому что иногда они такие стойки что уже хочется смыть и забыть как в кошмарном сне по крайней мере это было в начале начала выхода на европейский рынок всех арабских парфюмов но сейчас они действительно сделали большой шаг вперед и вот кадлаш его ароматы я еще хочу заказать парочку и это правда очень красиво и здесь начинается все сперечно мяты если вы можете себе представить и дальше уходит конечно в розу здесь роза водная лилия и какие-то специи корица и в базе здесь уже амбра ваниль кожа амбрета бензоин и кедр очень симпатичный аромат очень жестный легкий игривый то есть я не вижу ничего страшного чтобы себя побаловать такой простой поливашкой по крайней мере это красивая композиция и держится дольше чем извините джо малон очень хороший я очень была приятно удивлена следующее открытие это конечно аджаев дубай от латафа да это латафа а и вот портрет здесь очень сложное название не вижу хотя и говорят что-то клон солей до солей до джида мангу кис мне кажется это не клон потому что это совершенно самостоятельный аромат для меня да здесь есть манга но ты не значит что надо сравнивать солей до джида вы знаете что к солей до джида у меня такое отношение трепетное это очень мой любимый аромат я сходство здесь не вижу я слышу здесь красивая манга более зеленая зеленоватая манга и дальше уха уходит в такую красивую благородную базу древесную очень прозрачный опять же ничего здесь не грубит никакого у да никаких удушающих мускусов это очень прозрачный аромат вот с таким зеленоватым манга если вы любите манга то вам понравится этот аромат удивительно я не ожидал от лотов но и как я уже сказала они сделали большой шаг вперед то что я наблюдаю это большой прогресс ну и дальше что с чем я еще активно вы знаете что я приобрела этот аромат от лактафы терияк и здесь очень красиво со змеей все оформлено ну не люблю этот флакон честно говоря мир то здесь квентин бишь посмотрите как я его активно использовала я сама тебя такого не ожидала тянулась рука и честно вам признаться здесь горький миндаль до уходящий как будто в какую-то выпечку и плюс я еще чувствую здесь абрикос абрикос я чувствую это очень приятный аромат я не могу сказать что это копия love delight не могу сказать но это тоже направление здесь тоже пудровая такая ваниль пудровая текстура последнее время я уже говорила многие дома делу такие пудровые ароматы давайте возьмем love delight давайте вы это маша давайте возьмем ванила секс очень много миндально ваниль на гелиотропных ароматов сейчас появилась и вот этот аромат абсолютно в тренде вот есть такая пудра горько миндальная с ванилью как будто здесь какой-то гурманский аспект есть до выпечка какая-то такая сладкая сладкая сладкий аромат здесь османтус где-то говорила что мне кажется квентин бишь любит османтус и вот абрикосы я чувствую радостный аромат просто и непринужденно поднимает вам настроение вот радует меня арабские ароматы и не клон нику если вы переживаете это не клон так следующие ароматы которыми я где-то уже говорила так так догоняшках обычно задели дай задение а ну вот такой флакончик не люблю я такие флаконы лучше бы белый прозрачный прозрачный флакон вы делали но здесь уже клон на я бы не сказал что это клон потому что отличие есть значительные но сердце здесь похоже с light blue от дольче габбана если вам нравятся такие прозрачные белые цветы с кедром базе здесь еще есть и цитрусы но здесь я не так ярко слышу яблоко не слышу но лимон здесь есть лимон какие-то зеленые ноты есть какие-то белые цветы и база прозрачность нет ни мускуса даже если он указан пирамиде мускус не удушающий это вообще слышится как хороший европейский люкс вот хороший аромат не так много о нем я слышу кстати говоря кто это арма армафа хороший кстати говоря копии самая лучшая копия на делину но не об этом разговор дальше уже то что мне не нравится копирование вот этих флаконов но сам аромат мне очень понравился этот привет уж но вы уже сами поняли что это ахмани хэгэ и уж мало кит но они хотели сделать копию но у них получилось лучше на мой нос опять же когда-то я говорила о том что мне понравился этот аромат лучше чем оригинал и мне сказали ну конечно не не пахнут там на оригинал но вы знаете я говорю то что я чувствую у меня нет абсолютно никакой мотивации вас обмануть вот поверьте мне если я чувствую что аромат приятный очень приятно здесь жасмин уходящий в чай здесь конечно есть цветок апельсина чуть-чуть пудровость есть но не такая как в армане привы меня то пудровость даже излишняя такая пыльность как я это слышу меня смущает я не захотела купить армане привы помимо того там очень плохое очень плохая стойкость здесь мне очень нравится как звучит аромат это очень приятный какой-то даже будто здесь лактоны и какие-то ноты есть жасмин цветок апельсина и вот жасмин уходит в чай это очень приятный аромат и видите у меня даже флакон сломался в машине его храню по потому что очень легко достал непринужденно облился и не боишься что он там потеряется испортится потому что стоит где-то 30-40 долларов ну его тяжело найти потому что его все раскупают но на мой нос они разные давайте даже не будем сравнивать мне кажется они просто разные ароматы вот армане привы и вот этот аромат и мне действительно он нравится больше но почему у меня и нет армане привы потому что он мне не понравился и больше всего мне не понравилась стойкость значит еще пара клонов кто любит дама бьянка от к самарате к сержов вот джану нуар потрясающе воспроизвели опять же ничего здесь арабского нет ни уда ни мускуса это действительно вот как фиолетовые цветы фиолетовые цветы вот с этой мягкой пудровой ванилью самбреты как будто очень похожий аромат действительно действительно если вы любите дамам даму бьянка и сейчас для вас по каким-то причинам вы не готовы не оплатить такие деньги вот пожалуйста хорошая альтернатива уже несколько лет вот других альтернатив и не выпускается мне кажется потому что ну это лучше альтернатива и это аль-харамен то есть сегодня у нас несколько домов таких я уже говорила смеялась в голос смеялась в голос а зря минерва да я знаю но неприлично повторять до такой степени флакон от марфы неприлично вы помните мою проблему с марфой у меня там вылазила волга деда но что поделать так я его слышу и судя потому что здесь я тоже слышу эту же волгу не менее пыльную то есть все начинается с такой такой пудрово-зеленой ноты да и потом усаживается в мягкую такую цветочную лактонную даже да как будто кремовую туберозу ну я сравнивала честно вам скажу я понимаю что там скорее всего есть отличие и если вы увлеченный парк любитель то скорее всего вы найдете эти отличия но я не думаю что в шлейфе это кто-то может услышать и понять конечно мы никого не хотим обдурить я говорю про выход для того для той ситуации если сейчас по какой-то причине парфюмерия не ваших финансовых приоритетах вот и все то есть выход есть так давайте скажем так и еще один аромат который я ругала а потом я с ним подружилась вот не знаю почему это моя латафа ничего интенс и что интересно что интересно сначала мне он показался мускусным но здесь знаете что меняюсь и я и сами ароматы меняются потому что он у меня постоял три что ли четыре даже месяца и он чуть-чуть посвежел вот мускуса удушающего уже нет он есть но не удушающий и на лето возможно потому что вот все излишки эти мускусные они испаряются потому что я все-таки живу в сухом жарком климате возможно из-за этого он стал лучше звучать да но приятный зеленый аромат кто-то мне уже писал в комментариях что он приятный зеленый а я слышала только мускус сначала понимаете ну вот сейчас действительно здесь есть фиговый лист мне кажется здесь есть кокосовая вода если не ошибаюсь и он зеленовато освежающий даже ну конечно держится это все на мускусе но опять же здесь нет вот во всех этих ароматов здесь нет никакого намека на то что эти ароматы арабские я сделала эту подборку для тех кто хочет хорошо пахнуть для себя для окружающих неважно но не тратя все деньги мира но не в такой ситуации мы сейчас все находимся видите куда я переехала кстати мне муж выдал что это из-за меня мы продали дом так что уважаемые мужья парфлюбительница будьте настороже будьте внимательны к расходам ваших супруг супругов так смотрите здесь зеленый танжирин дыня самый жир здесь плод инжира я думала лист кокосовая вода как я сказала здесь водные белые цветы лотос водная лилия жасмин и базе мускус сандал ваниль амбрексан ваниль мало ее слышно не сладкий аромат освежающий водянистый действительно действительно вот неплохой неплохой я не могу его рекомендовать но на любителя да то есть но здесь не слышится что он дешевый что он плохо сделан что он арабский вот если вы любите водные цветы не многим они нравятся то вам понравится здесь есть такие зеленые ноты приятные и несколько раз я его носила но не клон никакой но здесь чем сравнивают но звучание люксовое сразу предупреждаю не надо ждать там ниша по цене люкса да и люкс сейчас очень дорогой но эти ароматы гораздо лучше люкса то что я сейчас пробую то что выпускается и по стойкости но мы уже с вами обсудили безобразие вот у них со стойкостью все нормально она не криминальная смывать их не хочется они хорошие приятные и по цене и по качеству вот и все у меня на этом все я надеюсь что эта тема вам интересно потому что я сейчас свой взгляд обратила в сторону арабской парфюмерии потому что дизайнерские или люксовые ароматы меня перестали интересовать потому что цена не оправдана стойкость на нуле никаких новых композиций я не вижу вечные вечные фланкеры многие уважаемые мной люксовые дома начали выпускать очень нейтральные ароматы без характера хотя такого раньше не было но вместо того чтобы жаловаться и все равно жрать кактус и понимаете лучше начать изучать арабские бренды потому что дома с многолетней истории качество у них хорошее знание есть материалы есть просто они еще изучают наши вкусы и я думаю они уже сделали большой прогресс вот и все всех люблю целую пожалуйста подписывайтесь подписывайтесь на telegram я там всегда мы там общаемся нашей теплой компании всех люблю целую всем прекрасного окончания лета и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok